приветствую вас дорогие друзья я верю что у нас будет пророческий эфир и бог сегодня будет говорить к тебе лично и сразу же я слышу то что господь говорит что ты не во времени сжатия ты во времени расширения ты скажешь господь как это может быть все сжимает меня вокруг в мире сжимают обстоятельства возможности меня сжимают ресурсы меня поджимают но господь говорит я расширяю тебя изнутри и господь говорит ты определяешь для себя каким миром первично ты будешь жить и невидимый мир и не отрицает видимый мир видимый мир не может отрицать и сделать отрицательным и не действующим духовный мир но господь говорит ты выбираешь как ты будешь жить изнутри наружу или жить тем что происходит вокруг господь говорит я выхожу изнутри наружу слава господу я сейчас буду дальше пророчествовать я дальше буду говорить но я хочу попросить вас напишите кто-нибудь как меня слышно и я как только я увижу что кто-то написал как меня слышно я сразу же буду продолжать и большое спасибо что вы в эфире я ощущаю на себе пророческое помазание и так хорошо слышно спасибо драгоценные благодарю вас спасибо слава господу и господь говорит что я буду умножать тебя больше и больше и господь говорит прими это личностное слово лично к себе ты скажешь господь я не вижу путей умножения но господь говорит лёша спасибо дорогой но господь говорит мои планы для тебя это умножение господь говорит ты не видишь только потому что ты не знаешь но когда ты знаешь ты этим воспользуйся и я поставил тебя на пути где ты можешь иметь безграничность потому что господь говорит что иисус есть твой путь а он безграничен и господь говорит твоя безграничность во мне твоя безмерность во мне я чувствую силу божию вот это да господь говорит что пришло время чтобы церковь явила бесчисленное количество чудес этому миру и господь говорит, я буду использовать тебя, я запланировал тебя, я сотворил тебя, я прислал тебя, я помогаю тебе, я поставил на тебя, я возложил мою руку на тебя, и ты в моем плане. И я услышал только что, поверьте мне, пожалуйста, я услышал только что, как на небесах прозвучало очень громко слово в отношении тебя, что ты безграничен в Иисусе. Мир еще не видел того, что ты можешь явиться Иисусом. Мир еще не видел того, что Иисус может явить через тебя. И Господь говорит, что мои способности умножаются в тебе через твое познание меня. И я вывожу тебя на путь познания меня. Ты видел, ты сталкивался с тем, с чем ты сталкивался, и что происходило в твоей жизни. Но Господь говорит, пришло время совершить перемены. И переменить с того, что ты констатировал факты, которые становились для тебя прогнозирующим будущим, и ты не видел в этом перспективы, произойти переменам, чтобы познавать меня и познать себя, и мои пути, и жизнь. И Господь говорит, во мне твое прогнозируемое будущее. Вау, как сильно. Скажите слава Господу. Я верю, что Господь выводит тебя на свет, и Бог покажет тебя. Потому что Сын явил Отца, а Отец являл Сына. Господь говорит, вы не найдете ни одного родителя в этом мире, который не хотел бы продемонстрировать своих детей. Вы не найдете ни одного любящего родителя в этом мире, кому не доставляло бы удовольствие рассказать другим о своих детях. И Господь говорит, я хочу явить тебя этому миру. Я хочу показать, каким я тебя сотворил. Я хочу показать, что я вложил в тебя. Я хочу продемонстрировать то, что ты можешь достигать. И я получу в этом славе. Демонстрируя себя, ты продемонстрируешь меня, говорит Господь. Господь говорит, больше никакого уничижения. Я слышу слово возвраты, возвраты, компенсация, удовлетворение. Твой иск, твой запрос будет удовлетворен. И Господь говорит, дай мне список, с чем мне работать. Пусть твоя вера напишет в списке, что я могу сделать для тебя. И я ускорюсь. И Господь говорит, я не отложил твои просьбы на потом. Господь говорит, они всегда перед моим лицом. И Господь говорит, я сделал твои просьбы чем-то драгоценным для меня. Ой, как сильно. Меня так накрывает помазание. Господь говорит, я сделал твои просьбы драгоценными для меня. Господь говорит, это моя личная ответственность, чтобы ты получил то, о чем ты просишь. Господь говорит, я всегда отвечаю на молитвы. Но мне нужна твоя вера. Мне нужен твой путь, по которому идут ответы на молитвы. И ты скажешь, Господь, а что же это за путь, по которому идут ответы на молитвы? И Господь говорит, это твои слова. Разве я не пришел в твое сердце по твоим словам, когда ты позвал меня? Разве я не вселился в тебя по твоим словам? Разве я не дал тебе рождение свыше по твоим словам? Ты попросил меня, чтобы я простил твои грехи? Ты попросил меня, чтобы я спас тебя? И я ответил тебе на твои слова? И Господь говорит, то же самое происходит точно так же. Я благословлю твой путь. И Господь говорит, я держу твоих детей за руку. Теперь скажите вместе со мной, Бог держит моих детей за руку. Аллилуйя. Господь говорит, я умножу изобилие твое. И Господь говорит, мне не все равно, что касается твоего достояния. Мне не все равно, что касается твоих финансовых возможностей. И Господь говорит, я помогаю тебе в сфере финансов. Господь говорит, я помазываю тебя для твоего будущего. И Господь говорит, для меня не так важно, что было в твоем прошлом. Для меня важнее, что я помазываю тебя для твоего будущего. И Господь говорит, ходи в моем обновленном помазании. Ходи в моей силе. Господь говорит, будь христианином в полном смысле, значении и проявлении этого слова. И Господь говорит, время христианам показаться наружу. Время чудесам выйти из их сердцах. Не будьте скованы тем, что вокруг. Верьте мне, что я всемогущий Бог. И я все тот же, который делает чудеса и отвечает на молитву. Я пророчествую, что мир увидит Бога, отвечающего на молитвы. Мир познает Бога, если можно так сказать, имя которому. Бог, отвечающий на молитвы. Некоторые люди дадут пять молитв в день Богу. И они получат пять ответов на молитвы Богу. Господь говорит, я ускоряюсь. Господь говорит, я умножаюсь. И Господь говорит, я увеличиваюсь в достижениях в тебе и через тебя. Господь говорит, смотрите внутрь вас. Что я пишу вам? Разве вы не увидите внутри себя небеса? Разве я не сказал, что Царство Божие внутрь вас есть? Я поместил небеса в тебя, чтобы они вышли наружу. Я вижу, что будут такие проявления, когда земное будет полностью поглощать. Ой, извините, пожалуйста. Когда небесное будет полностью поглощать земное. И мы увидим, как материальное будет подчиняться небесному. Я вижу в своем сердце, что мы очень мало видели небес на земле. Но мы увидим, когда небесного будет видно больше, чем того, что происходит в этом мире. Вы спросите меня, говорит Господь, где это написано? И Господь говорит, это молитва, Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя твое, да придет Царствие твое, да будет воля твоя. И на земле, как на небе. Господь говорит, я дам тебе лук, и ты будешь попадать в цель. Я дам тебе копье, и ты бросишь его далеко. Я дам тебе щит, и ты сможешь обороняться. Я дам тебе меч, и ты сможешь нападать. Господь говорит, я дам тебе обувь благовествования этого мира. И мое Евангелие пойдет до конца земли. Господь говорит, не смущайтесь от того, что происходит в мире. Не смущайтесь от войны. Не смущайтесь от голода. Не смущайтесь от болезней. Ибо всему этому он надлежит быть. Но я сказал, что мои дети понесут свет Евангелия. И вы пойдете в таких чудесах о знамениях, о которых вы читали в книгах, или о которых вы даже не слышали и не читали. И мое превосходство займет преимущество. И мое преимущество выведет вас наружу и на арену. Я вижу, что Бог простирают свою руку к тем, кто готов нести Евангелие. И он возьмет вас за руку. И он выведет вас на территорию сверхъестественного. Вы будете абсолютно Божьим человеком в проявлении и в достижениях. Я слышу в своем сердце, что Бог говорит, я поддержу каждого, кто ставит свою жизнь на распространение Евангелия. Я слышу, как Господь говорит, ибо ангелы хотели бы возвещать об Иисусе, иметь эту привилегию. Но Господь говорит, им этого не дано. Этой привилегией удостоены вы. Вы скажете, Господи, где это написано? Это Ефесянам 3 глава 10 стих. И Господь говорит, что премудрость Божья будет проповедана через Церковь. Через Церковь. И Господь говорит, ты мой народ. И я все еще забочусь о тебе. Господь говорит, ты прошел пустыню. Ты прошел степи. Я не вел тебя туда, но ты прошел это. Но я был рядом с тобой, ибо я сочетался с тобой, и я не оставил тебя. Я был рядом с тобой, но я думал о земле обетованной. И я радовался, что мы идем туда. Может быть, немножко медленно с твоей стороны, но мы туда идем. И я вижу, что Господь радуется, что ты продолжаешь следовать за Ним. И скоро все умножится. И скоро все изменится. И Господь говорит, тьма покрыла народы, а над тобой воссияет Господь. И ты понесешь распространение Господа в этом мире. И свет Божий превзойдет твои ожидания. Господь говорит, я помогаю тебе, я помогаю тому, у кого больной локоть, я помогаю тому, у кого больное колено, и я помогаю твоей маме. Грыжа исчезнет и уйдет сегодня. Псориаз, он осыпется с тебя. Головной мозг будет восстановлен. И ребенок будет исцелен от неизлечимой болезни. И я пророчествую, что Господь посылает силу тебе для достижений. Я вижу, что Он посылает свою помощь тебе в виде силы, помогающей тебе достигать. Сила достигать. Я вижу, что воскрешение мертвых превзойдет всякое ожидание, и мы увидим многих людей, оживших, и мы будем видеть их. Мы знали, что они умерли, и тут мы видим, как они живые, идут. Я пророчествую, я вижу это, у меня мурашки по телу бегут. Мы увидим много людей, которые ожили, они дадут свидетельству и возвестят славу Господа. Ибо Господь говорит, что пришло время воскрешать мертвых. Разве я не сказал это в Иоанна 5, 25? Что время воскрешать мертвых уже пришло. И мои дети, они сильны воскрешениями мертвых, говорит Господь. И Господь говорит мне, как вода укрепляет физический организм. Точно так же мое слово будет укреплять тебя изнутри. Я вижу, что некоторых людей Бог просит, проведи больше времени в моем слове, проведи больше времени в моих обетованиях, проведи больше времени в познаниях моих путей, и я укреплю тебя изнутри, и ты будешь обновлен, и твое лицо засияет, и твой взгляд, он отточится, и твои уста высвободят обоюдоострый меч, и ты будешь неуязвим, и ты будешь непоколебим, и дьявол не сможет подступиться к тебе, потому что ты будешь изнутри переполнен Божьим словом. И Господь говорит, помазание изобилия, оно дается тебе, и ты будешь процветать, так как никогда раньше. Но Господь говорит, между проявлениями изобилия стоят твои слова, которые ты провозглашаешь, и заявляешь в Духовный мир то, что тебе принадлежит. Но Господь говорит, я пойду дальше моих обетований о твоем изобилии, я скажу тебе лично, что принадлежит тебе. Господь говорит, в своем слове я открыл тебе мою волю о твоем изобилии, но лично тебе я расскажу, что принадлежит лично тебе, что ты можешь востребовать, и что дьявол украл у тебя. Господь говорит, востребуйте похищенное, и дайте свидетельство. Давайте скажем, я вас требую, похищенное у меня, у моих поколениях, до меня, по моей линии, во имя Иисуса Христа. Вы скажете, Богдан, а где это написано? И Иисус сказал, Иоанна 4 главе, я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд. Я вижу, что на небе звучит много раз слово чудеса, чудеса, чудеса. Я вижу, как много чудес хотят проявиться на земле, и ты человек Божьих чудес. И Господь говорит, я умножаю виденье, и поколения будут служить Господу. Господь говорит, это абсолютно пророческий момент, и абсолютно момент веры, и абсолютно момент входить в то, что Господь имеет для нас нашими словами. Это момент слышать пророческое слово, жить верой и говорить. Это то, что Господь мне говорит, вот в каком сезоне мы живем. Пророческий сезон, жить верой и говорить слова. И Господь говорит слова обетования, власти, обладания. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! И Господь говорит, я покажу тебе больше. И я вижу, что кто-то говорит, Господь, ну сколько же можно еще ждать? Я люблю тебя, Господь. И я пойду за тобой независимо ни от чего. Но сколько еще ждать? Иисус говорит две вещи. Первое, еще немного. Очень немного. И второе, Господь говорит, ты войдешь так быстро, насколько ты провозглашаешь и стоишь на том, что ты говоришь. Господь говорит, дай мне твои уста, а я дам тебе мою руку. Ты скажешь, Господь, подтверди мне это местописание. Иисайя, 45 глава, он говорит в 11 стихе, или 11, или 12 стих. Это сейчас я уже, не то, что Господь говорит 11, 12. Там сказано, что в оригинале приказывайте моим рукам, что делать. И деяние 4 глава, Петр молится и говорит, дай нам со всей смелостью говорить слово твое, тогда как в это время, когда мы говорим твое слово, ты простираешь руку свою на соделание чудес и знамений именем святого сына твоего, Иисуса Христа. Господь говорит, отец говорит, что Иисус воскрес ради тебя, чтобы через тебя явить себе мир. Господь говорит, я не уменьшил силу в церкви. Господь говорит, вы смотрели на раннюю церковь в книге деяний, и вы восхищались тем, что там происходит. Но Господь говорит, эта концентрация силы, она осталась. В церкви разница, Господь говорит, только в том, насколько они были посвящены силе и распространению силы Божьей. И насколько сегодня должно быть посвящение силе Божьей и ее распространению. Скажи сейчас со мной такие слова. Посвящение силе Божьей и ее распространению приходит ко мне. Скажите, я посвященный Божьей силе человек. Скажите со мной, я абсолютно намерен, убежден и нацелен распространять Божью силу. Ибо я хочу, чтобы мой Господь Иисус был прославлен, был проявлен, был узнан и был достигнут многими народами. И Господь говорит, я открываю будущее для тебя. И оно прекрасно. И Господь говорит, я себя увижу в твоем будущем. Я увижу свое отображение в твоем будущем. Я увижу свой отпечаток в твоем будущем. Я оставил свой след в твоем будущем, говорит Господь. Бог кому-то говорит, твоя сестра будет служить Господу. Многие, многие узнают обо мне. И Господь говорит, будь готов к сезону перемен. Ибо будущее, оно прекрасно. Народы вострепещут от силы Божьей. Господь говорит, я делал это и я сделаю это снова. Ты увидишь помазание на моих путях. Ты увидишь достижение в своих результатах. Сегодня я говорю тебе, я обращаюсь к тебе. И Господь говорит, я с тобой. Господь говорит, я рядом. Господь говорит, вытри свои слезы, ибо плакать не придется. У кого-то есть ребенок неизлечимо болен. Либо вы знаете ребенка, который неизлечимо болен. И это большая трагедия для родителей. И Господь исцеляет этого ребенка. Возложите на него руки. Прикажите болезни уйти. И дайте свидетельство. Господь исцеляет сегодня, через этот эфир, абсолютно больного ребенка. Может быть это даун, болезнь дауна. Может быть это ДЦП. Может быть это смертельный приговор. Или хронический диагноз. Какое-то особенное чудо Господь делает сегодня. И Господь говорит, я помажу тебя для больших чудес. И история будет записана заново. Господь говорит, истории генералов Божьих и истории работников в Моем Царстве не закончены в том, чтобы их написать. Истории пишутся дальше. И Господь говорит, впиши свою историю в историю. Впиши свои истории в небесную вечную историю. И Господь говорит, я даю тебе возможность достигать многое. Я даю тебе возможности достигать новые территории. Я даю тебе такую возможность, чтобы ты шел и достигал территории ради Моего Царства. Кого-то Бог помажет на апостольство. Кого-то на пророчество. Кого-то на евангелизм. Кого-то на пастырство. Кого-то на учительство. Кого-то на лидерство. Кого-то на служение. Кого-то на обеспечение работы Божьей. Кого-то на ходатайство и на молитву. Кого-то на поддержку миссионеров. Кого-то на служение детям. Господь помазывает. И Господь, Он будет хранить землю. Я вижу в духе, что есть многое на земле, чем Бог недоволен. Но Господь говорит, я сочетался с землей, и я буду хранить землю. Господь говорит, многие катаклизмы еще придут на землю, но мой народ устоит. Многие будут обращаться в бегство, но Господь говорит, вы не пойдете со страхом. Господь говорит, я буду приводить вас туда и сюда, я буду сопровождать вас. Но то, что вас будет отличать от этого мира, от людей этого мира, то, что вы будете спокойны, и вы будете в вере, и вы будете смотреть на Господа. И я явлю вам сверхъестественное спасение. Я пророчествую то, что Господь говорит, Украина будет служить Господу. И Господь говорит, я помогу восстановлению Украины. И Господь говорит, я прикоснусь к Израилю. И Господь говорит, я сделаю много удивительных дел в Израиле. И Господь говорит, приготовьтесь видеть, что я буду делать в Израиле. У меня такая радость. И Господь говорит, молитесь за Израиль. Молитесь за Израиль. Вы увидите так много. И Господь говорит, я благословлю пасторов в Израиле. Может, вы за кого-то захотите благословить из пасторей Израиля, молиться за кого-то. И Господь говорит, я приведу многих из народов в Израиль, и они благословят мой народ Израиля, ибо Господь вышел из Израиля. И Господь говорит, я помогаю этой стране сохранить свое будущее. И Господь говорит, я недоволен некоторыми путями, которыми ходит Израиль. Но Господь говорит, я сочетался с ними, и я исправлю их. И я помажу их, и весь о Господе снова пойдет из Израиля по всей земле. И я дам правителей Израилю по сердцу народа, и я подниму пастухов в Израиле, которые будут пасти Израиль. И я подниму апостольство, ради ранее невиданное по своему проявлению. Господь говорит, однажды я поднял апостолов в Израиле, и они служили в Израиле, но по силе я подниму еще больше. Ибо мое царство прогрессирует, говорит Господь. И Господь говорит, я помогаю твоей маме. И Господь говорит, щитовидка будет исцелена. И Господь говорит, я получаю колоссальное удовольствие, когда ты располагаешь сердце свое, чтобы я говорил к тебе сейчас. Я получаю колоссальное удовольствие, когда ты слушаешь моего пророка. Господь говорит, я получаю колоссальное удовольствие, когда ты слушаешь мое слово. И даже когда кажется, что ты не можешь верой ухватиться за Слово, но ты можешь ухватиться за Него своей надеждой и сказать, Господь, я надеюсь, что это Слово исполнится в моей жизни. И по достатку своей мудрости Бог устроит все для тебя. И Господь говорит, двери, которые должны быть закрыты, они закроются. И новые возможности они появятся, говорит Господь. Господь, мое помазание на Твоей жизни. Отделяйте себя для меня. Смотрите за тем, что вы смотрите. Смотрите за тем, что вы видите. Ибо я произведу вас в новое. И вы поплывете на лодке моих обетований. И волны этого мира, они ударят лодку, но они не потопят лодки. Лодку. И в лодке Божьих обетований, я вижу, будет мир. Потому что сам Господь Иисус, Он будет в лодке своих обетований вместе с тобой. Аллилуйя. И Господь говорит, я поддержу тебя моей десницей. Я укажу тебе путь. И мы пойдем вместе. И мы пойдем вместе, жительница садов. И мы будем наслаждаться плодами друг друга. Ибо моя любовь, она простерта к тебе. И я буду изливать на тебя помазание моей любви, говорит Господь. И ты рассветешь снова. И веточки, которые в тебе были поломаны, они будут как те, которые никогда не ломались. И там, где листья опали, в тебе вырастут новые. Ты вмойдешь мой сад, наполненный моим благоуханием. Я вижу Божий сад. И в нем все наполнено Божьим присутствием. Вы пойдете так далеко в Божьем присутствии, что вам не захочется никогда выйти из Божьего присутствия. И вы будете ходить в нем. И проявлений будет достаточно. И Господь говорит, мое присутствие, оно доступно тебе. Мои возможности, они открыты для тебя. Моя слава, она на твоей жизни, говорит Господь. Аллилуйя. Господь говорит, я прикасаюсь к тебе. И я помогаю тебе. Моя слава на твоей жизни. Возьмите мое слово. Говорите мое слово. И я умножу видение в твоей жизни, говорит Господь. Аминь. Аллилуйя. Вау. Друзья, какое сильное пророческое слово. Если вы подключились не с самого начала, я вам очень советую. Переслушайте это слово в начале. Это очень сильно то, что Господь сегодня сказал. Сам буду переслушивать. Я сегодня немножко раньше. Я немножко раньше закончу эфир. Вы знаете, я сегодня служил в Чернигове. Спасибо за молитвы. Я видел, как люди получали исцеление слуха. У одной женщины опухоль исчезла. И я верю, что мы получим много-много свидетельств. И люди спасались. И было очень славно. Слава Господу. Друзья, если можете, поделитесь этим эфиром. Я верю, что это слово нужно многим людям. Спасибо большое. У меня сегодня короткий эфир. И я на следующей неделе буду делать эфиры. И я сообщу, когда они будут. Но то, что мы сегодня услышали. Друзья, это особенное слово. Я сам потрясен. Слава Господу. И также мы знаем, что у нас воскресенье день сеяния и пожертвований. Поэтому я приглашаю вас помочь мне. Поучаствовать вам в этой работе, которую мы делаем, неся Евангелие, чудеса, Божью силу, пророческое слово, помазание. Реквизиты для пожертвований есть в описании канала, в YouTube, в Facebook, в Instagram. Если у вас не получается что-то, напишите мне в соцсети, мы вам поможем. Слава Господу. Аллилуйя. Я приглашаю вас посеять. Вы можете посеять в это пророческое слово, которое вы сегодня слышали. Я всегда так делаю. Сейте в это пророческое слово для своей жизни. Соединяйтесь с этим словом через свое даяние. И я благодарю вас миллиард раз за ваши семена, ваши даяния. Они реально помогают мне выполнять Божью работу. И Господь вам воздаст во сто крат. Он так обещал. Слава Господу. Большое спасибо. Божьих вам благословений. Вперед, Иисус.